Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала Сад Чудес. И сегодня из весны я вас перенесу в лето. Смотрите, что на этом месте у меня растет плетистая роза Пол Скарлетт и Гарден Спас. Это две самые мои любимые розы и самые первые. А вот грядки с петрушечкой, лучком, чесночком. Я выращиваю все по чуть-чуть, не хватает. Смотрите, великолепие вот этих роз. Они у меня самые первые посажены были. Так и остались посередине огорода моего. Гарден Спас – очень ароматная роза. Запах, куст огромный, стволы сильные. Она выше уже моего роста. Красота! А вот опять весна. И вот упали на розы вот эти все мои палочки, дуги, в общем, мое ограждение. Но, к счастью, не очень сильно поломало. Мы подняли, все выправили и все исправили. Здесь три у меня розочки, посаженные подряд. Вот первая из них. Фрезия. Желтенькая роза. Очень красивая. Очень ароматная. Листи темно-зеленые. А это спрей. Файл флэш. Очень красивая. Такая невысокая розочка. И растет, она цветет букетиками. Вот целый букетик миленьких розочек. Когда расцветает, красота, конечно. А вокруг нее я посадила лилии. Они повыше этой розочки. И, в общем-то, дополняют те розы, которые посажены по бокам. Очень красиво. Роза яркая. Лилии тоже яркие. Они все такие в одном цветовом решении. Очень-очень даже красиво. А это следующая у меня розочка. Третья, которая в ряд посажена. Это принц Дамонако. Не юбилей принца Дамонако. Она по-разному переводится. Очень красивая розочка. Она может быть с белым, красная. Вот смотрите, какая красивая. Она расцветает белой серединкой, краешки красные. Красиво. Очень красиво. И каждый цветочек по-своему очень красив. Она даже в бутонах красивая. А вот эта розочка уже красная. Она когда зацветает, светлее. А когда уже отцветает, то белеет. Красота. Красота. Летняя красота. Это вот клумбочка у меня, которую я показывала. Там тоже укрытие у меня. Вот весной. Все это пока у меня сейчас укрыто. Пойду завтра, если смогу добраться, и все открою. Потому что уже у нас тепло стоит. Хотя ночами заморозки, но розы уже не боятся таких заморозков. Красивая очень розочка. Она из трех цветов состоит. Там желтая, красная, белая, розовая. А вот это фрезия. Желтенькая роза. У меня у крыльца желтая. Но она плетистая. А это вот низенькая фрезия. А у крыльца голден парфюм. А здесь у меня посажены под розочкой анемонки. Они всевозможных цветов. И настолько украшают куст розы. До самых заморозков цветут мои любимые анемонки. И радуют не только меня, но и всех, кто приходит ко мне в гости. Все любуются этими цветочками. Они к осенью еще пышнее зацветут. И вот опять весна. И вот место, где мои розочки, я только что вам показала, цвели. А это жимолость, которая хорошо перезимовала и уже почечки дала. И вот моя клумбочка. Так, это тоже жимолость. Золушка. Они все у меня низкорослые. И ягодок очень много бывает. А это вот мои розочки укрыты. Это вот тоже клумбочка. Розы до сих пор еще пока укрыты. Надо, конечно, их срочно уже открывать. Надо идти. Очень трудно добраться у нас до садов. Автобусы пока не ходят. Все вот видите, как хорошо укрыто. А вот и эта клумбочка. И вот эти три розы, которые на этом месте растут. А это у меня у заборчика клематис мальджурский. Красоты необыкновенной. А когда цветет, запах распространяется за десятки метров. Все, кто мимо проходит, все останавливаются и не могут понять, откуда такой сильный запах меда. А столько пчелок. Она вся в пчелках. А рядышком с ней я посадила плетистую розочку. Было много поломано череночков. Я их посадила. Он принялся. И видите, уже выросла молодая плетистая розочка. Это у меня розочка Пол Скарлетт. И вот то, что сейчас я весной вам показываю. Все закрытое. А летом все благухает в цветах. И розочки. И флоксы здесь посажены. А вот снова весна. Это уже у крыльца. У меня укрытые, плетистые, большие розы. В баночках тут у меня укореняются. Уже укоренились, но на зиму я оставила в баночках. Виноград. Гортензия. Крупные шапки. Мне дала соседка. И они уже были укоренены. Как перезимовали, пока не знаю. А это вот у крыльца плетистая Golden Parfum. А это у крыльца квадро. Красная роза. Очень необыкновенная роза. Она, конечно, очень гибкая. Очень длинная. Но я ее подрезаю. И поэтому вся в цветах она стоит. Поэтому она высокая у меня очень не вырастает. Вся в цветах. И очень крупные цветки. И тоже с нежным запахом. Пока все укрыто. И ждет, что я приду, открою. Но делать это надо в сумрачную погоду. Желательно. Чтобы не обгорели стволики. А это вот желтенькая Golden Parfum. Запах стоит нежнейший, сильнейший. Она вся в цветочках. А здесь вот у красной квадры у меня расцвел дельфиниум синий. И все вместе они очень красиво смотрятся. Синяя, красная и желтая Golden Parfum роза. То есть очень красиво это место. Я укрываю розочки на зиму. Это у меня гортезия белая. Простая, листовая гортезия. Я ее не укрываю. Она так цветет. А розовую я укрываю. А белая хорошо зимует и так. Вот, раз еще вам показываю. Свою дачу весной. И какая она должна быть летом, тоже показала. Всего доброго, мои дорогие. Пишите, ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока, пока, пока. Пишите, ставьте лайки.